По данным демографического ежегодника ООН, в 2012 году Россия занимает первое место по количеству разводов. Новогодние праздники как катализатор ускоряют и усиливают процесс разрушения семьи. Добрый вечер, это Актуальный разговор, меня зовут Тимофей Вагнер. Сегодня мы поговорим именно о том, что новогодние праздники прошли, с чем я вас всех поздравляю, но тем не менее именно этот след вот этого затяжного празднования, как правило, остается на семье. И если возьмем статистику, январь и февраль месяц являются самыми разводящими месяцами в году. Сегодня у меня в гостях врач-психотерапевт, который неполнаслышке знает это все и расскажет причины и почему вообще это возникает. У меня в гостях Козлов Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, на самом деле новогодние праздники, вот это прошло. То есть если мы возьмем 10 лет назад, то распадался каждый третий брак в Российской Федерации. Сейчас каждый второй. Ужасающая ситуация и демографические всякие вот эти программы, которые правительство пытается сделать, они не помогают. А если мы видим празднование того же Нового года, эти семь дней, и тут ситуация налицо. Как праздники затянувшиеся, так семья. Почему праздники разрушают семью? Такой вопрос. Ну, на самом деле причин несколько. Основная, самая главная причина заключается в том, что в реальной жизни супруги в лучшем случае, при том, что каждый работает, видятся максимум 4-5 часов. Утром час и максимум 4-5 часов вечером, а то и того меньше. Уикенд, суббота, воскресенье тоже заняты в каких-то делах домашних. И, по сути говоря, вот той коммуникации ее нет между супругами. А новогодние праздники, вы 24 часа в сутки предоставлены друг другу. Так это же, казалось бы, хорошо. Да, но есть ли выстроена семейная модель? Отсутствие контактов между супругами, это не значит, нет конфликтов. Конфликты есть, просто химической реакции нет, потому что вещество не вступает в взаимодействие с друг другом. А новогодние праздники, они темы и хорошие, или плохие, что у вас есть время поконтактировать с друг другом. 24 часа в сутки. Вы не уехали никуда отдыхать, вы находитесь здесь. Просыпаетесь, засыпаете вместе. И обнажаются все конфликты, которые у вас... Они были просто, а с отсутствием коммуникации их не было. Мне казалось, что люди как бы ходят в ЗАГС и говорят «да» только для того, чтобы 24 часа быть вместе. Это же по-первых, когда есть идеализация партнеров, влюбленность, а потом начинаются серые будни. — Ну, даже в эти праздники, наоборот, мне казалось. Ну, ладно, но тем не менее. Значит, причина, то, что они видятся, это одна из причин. — Одна из причин. — Но это можно рассматривать, может, какие-то интеллигентные семьи или семьи, где действительно занятость и у одного, и второго супруга достаточно высока. Ну, я имею в виду трудовая, рабочая занятость. А если мы разберем все слои населения, то есть, где не работает один человек, например. — Ну, какая разница? Работает второй. То есть, первая причина – это то, что люди начинаются вместе, и те причины, конфликты, которые раньше замалчивались, наконец-то поднимаются, и начинаются выяснения отношений, конфликты, скандалы. Мне надоело, тебе тоже надоело, давай разведемся. — А почему это нельзя сделать в обычный день? Не хватает времени? — Не хватает времени, абсолютно верно. — А тут за семь дней, значит, все всплыло. — Предостаточно. — Понятно. Так, еще какая причина? — Вторая причина заключается в том, она сугубо психологическая, дело в том, что под Новый год люди подводят итоги. Определенные достижения, задачи. Это большой понедельник. Начинаю жизнь с понедельника, начинаю жизнь с Нового года по-новому. И люди ставят планы, и чаще всего в начале Нового года они этот план начинают осуществлять. — То есть, один из планов – мы должны развестись. — Да. То есть, эта идея как бы витала в воздухе давно, то есть, человек уже принимает это решение, а вот реализация после Нового года. — Ну, какой-то несерьезный тогда получается. Почему именно так? То есть, Новый год – это просто отчет в голове какой-то времени? — Да. — Так, хорошо, разобрали. Значит, много находится вместе. Новый год начинается. Еще какие? — Причина следующая, она банальная, примитивная. Это алкоголь. — Мне кажется, она основная в нашей стране. — Ну, может быть. — Если данные ООН говорят о том, что у нас каждая вторая семья разводится, то надо сказать, что 99, ну, 95 процентов употребляют алкоголь. — Причем последствия употребления, они носят такой тотальный характер. Это уже у кого-то проблемы хронического алкоголизма, у кого-то это вот как запои, как результат этого. — Ну да. — Естественно, в очередной раз ты сорвал мне Новый год, опять с тобой никуда не пойдешь, ты такой-сякой. — Мне кажется, да, вот алкоголь – это и есть вот та самая причина. То есть, если его исключить, то и все до этого причины, то есть, это частное нахождение друг с другом 24 часа и отсчет времени были совершенно иначе. Алкоголь, вот он именно… Они сидят спокойненько, вроде как в течение года этого нет, тут махнули, а вот помнишь, а вот зачем, и пошел конфликт какой-то. Ну, это, конечно, на пальцах, но, тем не менее, именно как бы мы не смотрели на нашу современную Россию сегодня, и как бы мы не смотрели на семьи, ну, это сплошь и рядом, мы это прекрасно видим, и говорить о том, что алкоголя в наших семьях нет, ну, они есть, и это действительно, мне кажется, основной и важнейший фактор, который потом уже за собой и тянет все остальные причины. Ну, хорошо, алкоголь, понятно, это вот еще. — Ну, на самом деле, понимаете, в чем дело? Новогодние праздники являются сами себе катализатором. То есть, проблема семьи-то, она фундаментальна на сегодняшний день. — Ну-ка. — Но у нас нет модели семьи. То есть, грубо говоря, до революции, ну, даже до... — Вот, давайте в историю. Как разводились раньше? — Да раньше в том, что мало разводились. Потому что крепкие были устои деревенской общины, да в городах тоже было мало... — Ну, там церковь еще, конечно, влияла. — В меньшей степени. Просто, еще раз сказать, было не принято. И, во-вторых, семья была крепкая. Почему? Она была фундаментальная. Была модель. — Модель патриархальной семьи. То есть, был муж, кормилец, жена на подхвате. В принципе, такая модель, она существует и сейчас у некоторых народов. Восток, там, допустим, цыганские семьи, где муж главный, и он неприкасаемый. Нет сейчас этой модели. Оба работают. — Ну, если мы сейчас будем говорить о том, чтобы фундаментальную семью сотворить по прошлым эскизам, то... — Невозможно. — Сейчас все женщины, они же сразу у нас этот феминизм, он поднял глаза. Простите меня, милые дамы. Но, тем не менее, если бы... Подумайте сами, напишите нам в группу ВКонтакте. Действительно, согласны ли вы с этим мнением, что мужчина главный в семье, и все, и точка. Беспрекословно. Потому что, по моему мнению, опять же, это нормальная модель. Да, мужчина главный, да, он решает. Поэтому, женщина, твое место, где сама ее определишь. — Ну, я боюсь, вы наживете много врагов. Такие высказывания. — Нет. Я больше чем уверен, что каждая женщина мечтает об этом. Нормальная женщина, опять же. — Ну, конечно, хочется. Но, понимаете, двойной стандарт. Хочется, чтобы был мужчина, который бы, в принципе, принимал решения, но который принял правильные решения. — А так и есть. — Мудрая женщина так и решает, с одной стороны. Ну, ладно. Вернемся к нашим праздникам, которые вот восемь дней ударяли по нашим семьям. И эти январские, наверное, статистики за 2014 год будут тоже неутешительными. Хотя, с другой стороны, конечно, зачем в ЗАГС ходить, если потом вот такие... Тем более, опять же, если мы проведем эту статистику, то одногодки, семья, которая один год существует... — А они наиболее часто разводятся. — Это какая-то классика. — И в Новый год. То есть, в августе у них свадьба 2013-го. И вот сейчас вот они полгода... Ладно. Хорошо. Еще какие причины? Давайте искать сегодня. — Нет, а причина-то самая главная. То есть, нет... Ну, это банальность. Не сформирован институт семьи. То есть, нет модели семейной. Что такое равноправное отношение семейной. — Это возможно в современной России? — Возможно. Возможно. Это нужно делать. Реально. — Откуда? — Ну, вы знаете как? Вот, например, да, приходит семейная пара на консультацию за элементарный вопрос. Как у вас формируется и распределяется бюджет? Они не знают как. А где-то заплачу я, где-то заплатит он. А дальнейшие покупки мы не планируем. Ну, как-то вот так вот у нас все получилось. — Ну, это все так, мне кажется. — А это неправильно. Потому что здесь кроется бомба замедленного действия. Дело в том, что те сферы деятельности, которые не поделены, не структурированы, не обговорены заранее. То есть, сколько мы тратим сюда, сколько сюда, как мы расходуем средства, на сколько можешь потратиться ты, на сколько я, приводит к тому, что каждый считает, что он внес больше. — Ну, нет, тогда начинаются вот эти уже дележки и деньги. — Ладно. — Они всегда начинаются. Мелочь, но это всегда время и деньги. Вот два фактора, которые влияют на конфликт в семье. — Об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы. — Возвращаемся в студию. Меня зовут Тимофей Вагнер. Это «Актуальный разговор». Мы сегодня говорим о разводах. Ну, имеется в виду муж и жена, семьи, как они рушатся. И новогодние праздники являются катализатором вот этих самых не очень благоприятных процессов. У меня в гостях врач-психотерапевт Козлов Алексей Алексеевич. Итак, Алексей Алексеевич, мы остановились с вами на том, что время, деньги — это основное. Так вот в том-то и дело. То есть, времени нехватка или времени много? — Нехватка времени. — Так вот, и вот же сейчас новогодние праздники. Восемь дней, пожалуйста, время завались. — Да. Но я хочу, чтобы мы пошли в торговый центр банально и, допустим, пошли в кино с детьми. — А нет, давай посмотрим «Акбарс» по телеку. — Абсолютно верно. Столкновение интересов происходит. — Все понятно. — А вторая проблема в том, что каждый не хочет взять инициативу в свои руки. Что будем делать? Не знаю. Ну, да. Может быть, сюда. Каждый ожидает другого чего-то и, на самом деле, инициатива. — Таким образом, мы сейчас говорим, это уже, наоборот, в защиту женщин. Мужчины менее инициативны. Теоретически, они должны все взять в руки. Ну, если мы берем ту самую модель 19 века. — Если патриархальная, да. Но, опять же, сейчас у нас модель другая. О отсутствии ОНа, вернее всего. И получается, что ответственность никто не берет. — Хорошо. Итак, продолжаем. Значит, разобрали мы. Алкоголь есть. Количество времени они видятся часто. Еще, как мне кажется, есть вопросы, которые возникают, опять же, тут остро и тонко, но тоже хотел с вами обсудить. Праздники у нас не только Новый год, тут же Рождество. И вот тут пошли, насколько я читал, национальные. Наши национальные, но я имею в виду нашу республику, тоже конфликты. То есть, один из членов семьи, грубо говоря, православный, другой нет. И вот возникает, что это Рождество. Да нет, это не праздник для меня. И все. И они вот зацепились. И тоже это является. Возможно, это можно включать как фактор. Вы знаете, мне кажется, нельзя включать как фактор. Почему? Объясняю. Да, действительно, может быть, разный подход. Но чаще всего, вот то, о чем вы сказали, если семья неблагополучная, вот это ложится действительно тяжким временем. Если семья устойчивая, она перемолотит вот такую любую конфиденциональную, скажем так, разноплановость. Для нее это не будет проблемой. Деньги и время все-таки остается на первом плане. И неважно, в какую церковь ты ходишь. Абсолютно верно. Еще причины, я вот так вот подумал, но если действительно возьмем мы эти восемь дней славных, вот, вчерашние Оливье и все остальное, друзья, знакомые могут являться тоже причиной и фактором? Не думаю. То есть, друзья, знакомые, это хорошо, это контакты, которых мы не можем в реальной жизни, ну, скажем так, в обычной жизни подчеркнуть. Здесь почему бы нет встретиться, пообщаться? Тут мало конфликтов. Я просто к чему вот это поднял, потому что многие девушки, ну, хорошо, жены, они, видя, приходят в гости или к ним приходят в гости, и они видят отношения в семье совершенно другое, нежели у них. То есть, женщины любят подражать и так далее, то есть, вот это все, платье не такое, как у тебя. И вот тут, посмотри, как муж заботится. Ну, гости посидели, опять. Ну, тут все включаем факторы. Гостичек плюс алкоголь сразу записываю. Вот. Гости ушли, алкоголь дал в голову, ты видел, как он за ней ухаживал. Он даже и шубу подал, а ты и... Ну, скажем так, тоже я, к сожалению, не могу принять это как фактор. Как маленький катализатор и да, как маленький конфликт и да, Но, скорее всего, это ляжет на старые дрожжи, но в лучшем случае это будет маленький скандал, не больше. Нет, вот не соглашусь, не соглашусь, не то. Деньги и время, опять же, вот тут... Разность интересов, застарелые конфликты, то есть, начиная от того, что... Дело в том, что обостряет предыдущие отношения, то есть, это может быть измена, это может быть ревность, опять всколыхнулись, это может быть, я не знаю... А есть какая-то статистика вообще, вот причины разводов, сейчас не про новогодние, а в общем? То есть, измена, насколько я понимаю, это, наверное, один из самых важнейших, и большинство разводов на этом. Я не знаю, я это придумываю. Нет, нет, нет. Вот какой первый фактор? Ну, на самом деле, в ЗАГСе или в суде пишут, чаще всего, да, не сошлись характерами. Идиотская фраза. Ну, а другой нет. Ну, как объяснишь, что вот с ней жить невозможно, что она вот такая вот, да, там, истеричка и так далее. Ну, вот так и напиши. За эти же слова в суде отвечать придется. Ваша честь. Ну, а жены чаще всего пишут факторы, это отсутствие материального обеспечения семьи, это тоже самое алкоголизм, это там же, ну, скажем так, отсутствие каких-то мужских обязанностей, которые мужчина не выполняет. Вот это заставляет. Ну, и в крайнем случае, это, конечно же, такие уже измены, с которыми женщина просто не может смириться. Ну, это по судебной системе, вот так вот, если по жизненной. Мне кажется, стоит составить такой график или какую-то примерную статистику того, кто и как, какие пары из-за чего развелись. Да, но, к сожалению, здесь не будет объективного критерия, потому что один может признавать одно, а на самом деле совершенно другое. Ну, измена она и в Африке, измена. Тут какой критерий? И вот. А я не изменял, это ей показалось. Это она придумала. Ну, понятно, да? Я честный человек. Как в том анекдоте. Ну, и как ты это объяснишь, да? Да. Дорогая – это не то, что ты подумал. Да, да, да. Хорошо. Еще вот тоже такой вопрос всегда, и вечный, наверное, вопрос. Кто виноват в разводе? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Существует такое правило. В разводе каждый виноват на сто процентов. То есть, не бывает так, что я хороший, она плохая. Он хороший, она... Такого нет. Каждый на сто процентов виноват. То есть, значит, я что-то не сделал такого, чтобы могло мою семью спасти. Вот это прежде всего вопрос к себе. Хотел ли ты, хотел ли я, чтобы это случилось? Значит, ты ничего не сделал. Понятно. Что тут дальше-то? Потому что кто виноват в разводе, мне кажется... При желании можно же, по крайней мере, вскрыть конфликт, пойти к специалистам, как-то разобраться, договориться. Вот тут много факторов. Но если хочешь, люди сохраняют всеми, если есть желание. Если желания нет, есть отговорки, и как-то вот все списывание на то, что он плохой, а вот я с ним жить не могу. Ну, вот эти восемь дней, мне кажется, наоборот, даны для того, чтобы все-таки как-то разговаривать. И, наоборот, решать эти годовые проблемы, а не делать выводы, что мы не ужились. А каждый хочет отдыха, каждый хочет какого-то комфорта, каждый надеется, ну, теперь я отдохну, а вот... А не получается такого. Все уже настолько застарело, все уже настолько вот... Хорошо, если мы вернемся в институт семьи, с чего начинать? Откуда копать? С садика? Где мы должны закладывать настоящих жен и мужей? Отличный вопрос. Нужно начинать с модели семьи. Нужно начинать вот как раз с той модели, чтобы показывать. Вот есть такое... У нас Путин развелся, кого показывать? Ну, всякое бывает. Ну, да. Вот модели должны быть. Вот такая модель, где муж главный. Такая модель, где оба пытаются договориться. Кому это мы должны объяснять? Кому рассказывать? По сути говоря, нужно начинать не с детей, а именно с самой семьи. Потому что дети, которые вырастают в этой семье, они эту модель будут впитывать. То есть нужно тратить, на самом деле, не больше на индивидуальную психотерапию, на семейную психотерапию. На вот того, что показывает, как это работает. Что это работает. Как показать? Элементарно. Фильмов много. Да. Ну, понимаете, как они заканчиваются чем? Трудности в любви. Они все преодолели вместе. Покажите дальше. Вот умоляю. А дальше нет экшена? А его-то нужно показывать. Купить шубу или машину? Нет, теоретически-то мы можем как бы все советские фильмы, там моделей много. Но там тоже обязательно сопли, слезы. А потом... Это понятно. Хорошо. И дальше. Вот опять же, у нас есть вот эти восемь дней праздников. Ну, впереди там какие-то майские, там 8 марта и так далее. Потом могут ли... Вот сейчас мы говорим о том, что праздники разрушают. А могут ли, наоборот, праздники сплотить семьи? И что для этого надо сделать? Вы знаете, как вот то, что делают, это делают правильно. Перекидывает часть дней на майский период. Чем хорошо? Как говорил Кот Матроскин... В нашей стороне. Да. Как говорил Кот Матроскин в мультфильме, совместный труд для моей пользы облагораживает. То есть, то, что делают совместно на дачном участке, по крайней мере, занято делом. По крайней мере, включается какую-то модель взаимодействия. Вот приводит к тому, что семьи объединяются, сплачиваются. Отлично. Понятно. Ну, и теперь какие-то рекомендации нашим мужьям и женам, невестам и женихам, нашим семьям казахстям. Вы знаете, рекомендаций может быть много. Но я говорю так. Брак – дело нехитрое. Надо подумать, прежде чем в него вступать. Не надо торопиться. Развестись мы всегда успеем. А вот когда ко мне приходят, допустим, пары супружеские, вернее, пары, которые пытаются вступить в брак, то есть я прошу, вот как вы видите семейную жизнь? Как вы будете тратить деньги, бюджет? Столько вопросов интересных возникает в главах. Оказывается, он думает одно, я думаю другому. Вот договоритесь сейчас, на берегу. Все понятно. И одним предложением итог. Итог я скажу вот какой. Если вы планируете бездельничать в Новый год, то будьте готовы к конфликтам, скандалам, к каким-то вот таким, ну скажем так, к пустой тратке времени. Займите чем-нибудь его. То есть сделайте так, чтобы были какие-то мероприятия, планы, действия. Это отвлечет и это объединит семью. Но только не безделие. Спасибо большое. У меня в гостях был врач-психотерапевт Козлов Алексей Алексеевич. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, ну а вам я скажу, что мужчины, когда в семье складывается какая-то конфликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос. Что вам лучше? Я прав или я счастлив? И тогда вы сразу ответите на кучу этих вопросов. Будьте всегда счастливы, любите друг друга. Это был Актуальный разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Увидимся, услышимся, пока.